Опасно и страшно, как, конечно, и дети бегают, и взрослые, может упасть на голову. Сосульки высотой в метр на потоке – привычное дело. Нависшая угроза здесь подстерегает на каждом шагу. И так каждую зиму. Но этой снежных убийц особенно много, говорят люди. Погода в ноябре нестабильна. То потепление, то резкое похолодание. В результате наледь. Очищать крыши многоквартирных домов от наледей сосулек должны специалисты управляющей компании. Два раза в день, утром и вечером, они должны осматривать дома и экстренно ликвидировать угрозу. Но зачастую этого не происходит. И, проходя мимо своих домов, люди ежедневно рискуют стать жертвой ледяной глыбы. По правилам, если коммунальщики не успевают очистить крыши, опасное место должно быть как минимум огорожено красно-белой лентой. Но, как видим, нет даже этого. Управляющие организации, обслуживающие эти дома, нам пояснили, что сигнальные ленты они закрепляют, но их обрывают сами жители. А на вопрос, почему такой беспредел на крышах, ответили, что сосульки сбивают каждый день, но из-за погоды они сразу нарастают. Мы где-то около десятка в день забиваем сосульок. Но жильцы обращаются к вам с заявками? Конечно, они пишут нам. Диспетчер передает, мы выполняем. Но вы справляетесь с объемом? Да, в принципе, да. Но завтра, может, мороз будет, так меньше будет. С объемом они будут нарастать. Проехав по городу, подводим итог. Сосульки есть не только на окраине, но и в центре, но там хотя бы натянуты предупреждающие ленты. Отметим, что за несвоевременную очистку крыш от наледей и снега управляющей компанией грозит лишь штраф. Люди рискуют куда более серьезно, поэтому почаще поднимайте голову вверх. Ходим, заглядываем, а как же, боимся, конечно, смотрим. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.